Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланиям к еврею первоверховного апостола Павла. И сегодня мы будем делать обзор девятой главы этого послания. В православной толковой Библии говорится Преобразовательное значение устройства Скинии и Ветхозаветного богослужения с 1 по 10 стих этой главы. Исполнение прообразов в первосвященническом служении Иисуса Христа с 11 по 15 стих 9 главы. Необходимость смерти жертв в Ветхом Завете с 16 по 22 стих раз и навсегда принесенная Христом жертва за всех людей с 23 по 29 стих. И также в толковой Библии говорится в 9 главе апостол продолжает тему к евреям 8.5. Продолжает показывать, как ветхозаветное святилище с его священными принадлежностями и служением бледнеет перед многомилостивым и величественным служением новозаветного первосвященника и его святилища. При этом он мудро обращает свой взор к Скинии и богослужебным установлениям более давнего времени, как потому, что многих подробностей Скинии и богослужения уже не было в современном Иерусалимском храме, так и потому, что таким указанием он в старобогослужебную обстановку сильнее всего может показать, чтобы заинтересовать евреев. То есть Павел сознательно уделяет внимание вопросам, не только связанным со служением первосвященника и самим устройством Скинии. Итак, первая тема с 1 по 10 стих – преобразовательное значение устройства Скинии и ветхозаветного богослужения. И мы читаем с 1 стиха и ниже. «И первый завет, то есть ветхий завет, имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была Скиния первая, это походный храм, когда евреи выходили из Египта и шли в землю обетованную, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется «святое». За второй же завесой была Скиния, называемая «святое святых», то есть «святое» уже тогда указывало на нечто более святое, то, что называется «святое святых», имевшее золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, «где были золотой сосуд с манной, жезл ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы», то есть изображение херувимов, осеняющее очистилище, о чем, здесь Павел уточняет, о чем не нужно теперь говорить подробно, так как наше Скиния и новое устроение. Есть очень много сходного с тем, что было в ветхозаветные времена и с тем, что есть в христианском храме, но есть и различия. Павел продолжает. «При таком устройстве в первую Скинию, то есть в походную, всегда входят священники совершать богослужения, а во вторую, то есть в Иерусалимском храме, однажды в год один только первосвященник, имеется в виду день Йом-Кипур, судный день, не без крови, имеется в виду кровь там баранов, тельцов, козлов, не без крови, который приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим, то есть этим, Дух Святый показывает, что еще не открыт путь в освятилище, то есть в небесное, то есть для ветхозаветных людей, доколе стоит прежняя Скиния, то есть та Скиния, которая вскоре и была разрушена после вознесения Христа на небо и его вхождения в Скинию небесную. Девятый стих и далее. Она, а вот это разрушенная Скиния, разрушенный храм, есть образ настоящего времени, в который приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. То есть эти действия ритуальные, там, омывание, там, притирание, там и так далее, и так далее, это все относилось больше к телу, и то, что вот евреи хотят все это восстановить, опять начать резать там баранов, козлов, это уже не имеет такого значения. И архиепископ Аверкий Таушев пишет, «Устройство Скиния показывало, что в Ветхом Завете небо было закрыто для людей, и люди были разобщены с Богом. Все ветхозаветные обряды имели лишь временное значение». Что значит «люди были разобщены с Богом»? Если они не могли даже заглянуть во святая святых, то что же говорить о том, как они могли созерцать небеса? Далее идет раздел с 11 по 15 стих, где говорится об исполнении прообразов в первосвященническом служении Господа нашего Иисуса Христа. И мы читаем, апостол Павел пишет, 11-12 стих, «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». То есть вечное искупление, зависть род человеческий, и теперь не надо приносить никаких жертв. Святитель Иоанн Златоуст, комментирует 12 стих, пишет, «Также не сказал, пришел священник жертвоприношений, но грядущих благ, так как невозможно изобразить все словом и не с кровью козлов и тельцов, потому что все изменилось. Но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Вот здесь он, разумеет, небо». То есть когда Христос возносится, почему раны сохранились по воскресенью? Потому что он как жертва. И здесь, разумеется, небо, то есть вхождение в небо. «Однажды», продолжает Златоуст, говорит, «вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Слово «приобрел» выражает, что это дело одно из весьма дивных и неожиданных, как Он, Христос, одним входом, то есть в небеса, приобрел для нас вечное спасение. И действительно в посланиях Павла, в посланиях Тимофея мы находим слова «Един ходатый, един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Далее мы читаем опять девятую главу, с 13 стиха и ниже. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, имеется в виду рыжие телица, закон о которой мы находим в Пятикниже, через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело». И действительно там говорится, что после окроплений могут считать чистыми свои тела. – это кровь козлов, тельцов, рыжие телицы. «То коль ми пачи, то есть тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». То есть Христос очищает нас от мертвых дел, то есть от греховных дел для того, чтобы мы совершали служение Богу, живое и истинное служение. Далее, 15 стих, Павел пишет, «И потому Он, то есть Христос, есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшие для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, то есть в одни неведения, призванные к вечному наследию, получили обетование». И вот этот последний, 15 стих Блаженный Августин объясняет так, «Как говорит к евреям апостол, ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, и тем самым утверждает, что смертью за нас, Христа, был утвержден Новый Завет, в подобие которого был Ветхий Завет, в котором прообразом смерти завещателя выступало жертвенное животное. Если же спрашивается, каким образом, по словам апостола, мы дети и наследники, наследники Божие, сонаследники же Христу, здесь отсылка идет к посланию к римлянам, 8 глава, 17 стих, Августин продолжает, поскольку ведь право наследования подтверждается смертью предшественника, и нет никакого другого понимания о наследовании, ответ, по словам того же апостола, тот, что самому, то есть Христу, умершему, мы стали наследниками, ибо мы были названы сыновьями его, и здесь отсылка идет к Евангелию от Матфея 9, 15, где сказано, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених, далее Августин пишет, наследниками его, то есть Христа, мы названы, поскольку оставил нам во владение мир церкви, то есть той церкви, о которой он сам сказал, я создам церковь мою, и обладание им по вере в промысел Божий, который располагаем в этой жизни, это из трактата Блаженного Августина о различных вопросах. И далее идет отрывок 16 по 22 стих, где говорится о необходимости смерти жертв Ветхого Завета, что преобразует необходимость смерти самого Христа. 16 стих и далее, «Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив, почему и первый завет был утвержден не без крови, кровь этих умирающих животных, она указывала на кровь умирающего на кресте Сына Божия. Почему и первый завет был утвержден не без крови, то есть когда проливали кровь животных, ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерсть червленную и и сопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря, «это кровь Завета, который заповедал вам Бог». Также окропил кровью Искидию и все сосуды богослужебные, да и все почти по закону, очищается кровью и без пролития крови не бывает прощения. Действительно, Христос не только страдал, но и умер по закону. Как сказано, не бывает прощения грехов без пролития крови, и он истекает кровью с того самого момента, когда его бичуют римские воины и до распятия на кресте. Сказано в законе «проклят, висящий на древе, и он повис на древе, чтобы взять на себя проклятие наших грехов». Сказано за грех смерть, и он умирает за наши грехи и наши преступлениями, как у пророка Исаии сказано, ранами его мы исцелились. Далее идет раздел с 23 по 29 стих. Здесь говорится о том, что раз и навсегда принесенная Христом жертва за всех людей, она уже имеет вечное и неприходящее значение. 23 стих и ниже. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самые же небесные, лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, то есть, когда он возносился на небо, по образу истинного устроенное, то есть, земное святилище, оно было только устроено по образу истинного небесного. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божия. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвую своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. То есть Христу не надо вновь и вновь умирать за нас на кресте, и ему не надо вновь и вновь восходить на небеса для того, чтобы вносить это свидетельство своих мук, страстей и своей смерти пред лицо Отца Небесного. Он это сделал единожды, и когда он воссел на небесах, то с этого момента Бог-Отец смотрит на мир через раны своего Сына и видит нас не просто прощенными или помилованными, помилованными, но оправданными. Итак, отцы, братья и сестры, сегодня мы сделали обзор девятой главы послания к евреям первоверховного апостола Павла. В следующий раз, если будем живы, Господь позволит, мы будем делать обзор десятой главы. Подписывайтесь на библейский портал Экзогет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя! Редактор субтитров Корректор А. Корректор А.